Живу в Казани, в доме с маленьким участком, 26 соток. Веря в дружбу растений для защиты от солнца, засадила периметр с острыми, елями, березой, осиной, грязами и другими. Теперь они подросли, злаковые травы, осенью и не убираем. Ворсает, как глоток воздуха, случайно попавший в поисковике. Спасибо вам за слова, осенью и не убираем. Наше дело правое, мы победим. Многолетние попытки сажать что-нибудь из плодово-ягодных, приводят к очень средним результатам. Теперь, значит, как только откроется возможность заказать саженцы, это сделаем. Пока в стадии изучения. А теперь конкретные вопросы. Почему у вас нет грязького ореха? Я вот это письмо из-за этого. Есть же манджурский орех, он мог бы стать подвоем для культурных. Так, и второе, если август и сентябрь, половина с сентября стоит без дождей. Так, второе, просто чуть-чуть. Давайте с грязьким орехом закончим. В Сибири, там где климат, а потом я ниже, покажу несколько таблиц, не пугайтесь, все очень коротко, да. Грязький орех, настоящий чистый грязький орех, не выдерживает. Вот, ему не хватает 5, 10, 15 градусов. Вот, и это не те орехи, которые на юге Украины, мои любимые, это самое, в Херсонской области. Это совсем не то. Значит, он у нас однозначно замерзается. Три попытки делал я, отслеживал еще в нескольких других садах. Селекцией мы не занимались, до нее не доходило. Два настоящих грязьких ореха в аномально теплой поселке Черемушки, там где газ. Вот, у нас они замерзали однозначно. Так, и второе, сейчас кое-что добавлю. Если использовать по двое, маньчжурский орех, я использовал. Вот, ну, скажем, привил я штук 20, все 20 мертвых. А черенки грецкого, настоящего чистого ореха, которые вырастили в черемушках, ну, орехи асту с юга, значит, были настоящие. Маньчжурский орех настоящий, но совместимость ноль. Короче, на этом мои руки опустились. И еще я, у нас же как орехи, какие только нет, я уже начинаю забывать о их названиях, несколько разновидностей. И есть как бы полукультурные орехи, что-то среднее между грецким и маньчжурским. Вот тут вот, чем полукультурнее, тем дальше граница распространения на север переходит. Вот, и, например, мне присылают орех, а он и не маньчжурский. Он грецкий, но он меньше, и кожура у него такая дубовенькая. Ну, расколол один, посмотрел. Ну, по сравнению с маньчжурским, конечно, культурнее, но учитывая размеры, ну, посадил. Сразу замерз, больше не пробовал. То есть, варианты между маньчжурскими и культурными грецкими тоже не прошли у нас. Может быть, сейчас начнется потепление, началось, по-моему. Тогда надо делать новую попытку. Но мне уже поздно, Сергей такой в голову не приходит. Так. Вот. А больше у нас садоводы как-то, если было 100, остался один. Сорторисовать, остался снова один. Неком этим заниматься. Вот. Но нужно.